Перестановки, у которых ноль или одна неподвижная точка. Смотрите, какая история. Мы сейчас нарисуем табличку АН, количество перестановок, у которых ноль неподвижных точек. И ВН, это будет количество перестановок на элемент, у которых одна неподвижная точка. Так вот, н может равняться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну и так. Мы уже посчитали несколько первых значений. Но давайте, если на одной точке, неподвижная точка единственная, а чтобы не было таких перестановок нет. На двух точках. Одна. Вот этих вот ноль, а этих одна, надо поменять места. На трех точках, помните? Чтобы не было, это нужно три элемента прокручивать. Где ноль, там две перестановки, а там три. Да, тут будет три. Потому что неподвижная точка единственная, а остальные тебе надо переставлять. Вот это не единственное, а может выбрать тремя сквозь. Хорошо. Дальше. Для четырех элементов давайте вспомним. Девять. Девять. А здесь? Восемь. Восемь. Отлично. Я даже не буду писать, потому что я сейчас хочу без формулы включения и исключения самым, что есть, наивным способом сделать следующее. Найти формулу, которая выражает очередную клеточку этой таблетки через предыдущую. И при помощи этой формулы мы посчитаем, посчитаем, посчитаем. Да, еще очень важная вещь. Что такое а-н-ая минус b-н-ая? Смотрите, здесь будет минус один, здесь будет один, здесь минус один, здесь будет один. Так вот, на самом деле, дальше так и будет. Чередоваться единица и минус единица. Буду все время, да? То есть, формула, которую нам очень хочется доказать, выглядит следующим образом. А-н-ая минус b-н-ая это минус единица в n-ой степени. Вот, мы это сейчас обязательно докажем. Повторяю, без формулы включения и исключения. Ну, кто-нибудь сможет? Вот, совсем просто выразить b-н-плюс-1, посмотрите, пожалуйста, как выражается b-н-плюс-1. Вот, что такое b-н-плюс-1? Количество перестановок на n-плюс-1 элементе, так? У которых ровно одна точка стоит на месте. Что это такое? n-точек перемещаются без неподвижных точек, а одна стоит на месте. Так какая будет рекурсентная формула? Как b-н-плюс-1 выражается? Вот, как получить b-пятый? Бабарит дольше. Молодец. Ну, и будет, например, куда-нибудь стоить. Ну, 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 есть. Как же, к чему же равно b-пятая? Плюс-5. Чему? Ну, вот, то есть. Перестановки на пяти элементах. Когда ровно один из них стоит на месте. Сколько таких штук? Тринадцать. Нет. А n за n на n? А n-ное – это правильно. Потому что надо n точек переставлять, чтобы не было неподвижных. Множить на? n плюс 1, конечно. Вот в данном случае сколько будет? b5, сколько? Смотрите, надо из пяти точек выбрать одну. Вот это b5, чему равно? 45, конечно. 45. Мы должны из пяти точек одну назначить, это пять вариантов, на роль неподвижной. А остальные четыре девятью способами переставляем, чтобы там не было неподвижных точек. Это 5 умножить на 9, то есть 45. Так, хорошо. Кстати, по нашей формуле здесь должно быть минус 1, значит здесь должно быть сколько? 44. Ну вот надо понять, почему там ответ равен именно 44. То есть какая рекуррентная формула для АМ1? Что? Можно из первой вести честь? Нет, это тяжело. b, n, 2, и 3, и 2. Вы поймите, мы Ашку умеем выражать через Бшку. А надо еще какое-то соотношение? Или соотношение только на Бшке, Еще что-то надо. Только из верхнего соотношения, к сожалению, ничего не получите. А, М плюс первое. Тут очень простая идея. Один из способов ее объяснять – это вспомнить романью «Невидимого» из Гарри Поттера. Помните, в Гарри Поттере была такая замечательная штука, что это фамильное их имущество, да? Помните, «Невидимка»? Что происходило, когда Гарри Поттер туда залезал? Его не только не было видно, но когда проводили по этому месту рукой, то его не чувствовали. Понятно? – Он разве не обхватил всех людей? – Нет, он лишь старательно обхватил, чтобы ей поменьше трудиться. Но, тем не менее, если поймать его, просто взяв штифку, мантия не позволяла. Давайте подумаем, что такое мантия-невидимка в случае перестановки. Любая перестановка, она же как-то разлагается на циклы. Представьте? Вот что-нибудь такое. Вот у нас перестановка на восьми элементах. Представьте себе, что вот этот надел на себя мантию-невидимку. Во что тогда превратится перестановка? Понимаете? То есть, пройдет через него, да? Его больше нет. Будет перестановка на меньшем количестве точек. Так давайте подумаем. У нас есть перестановка без неподвижных точек. Берем и одно из чисел, ну, например, число n плюс 1, надевает на себя мантию-невидимку. Что тогда произойдет? Вот смотрите, в этом случае у нас вообще получилась совершенно замечательная перестановка без неподвижных точек. Так? Такое возможно? Возможно. Больше того я скажу вам. Когда вы берете любую перестановку на n элементах. Вот представьте, нарисована какая-нибудь перестановка без неподвижных точек на n элементах. То мы туда в любое место разрываем эту ребро и туда вставляем число n плюс 1. И получается новая перестановка. Согласны? В общем, внимание. В любое место так можно вставить. Согласны? Значит, да, а когда у нас перестановка на n элементах, то стрелочек там n штук. Это есть n умножить на n, но это еще не все. Объясняю почему. Представьте себе, что на самом деле перестановка была не такая, как здесь нарисована, а в ней был вот такой элемент. Двое менялись местами. Неподвижных точек нет? Нет. А представьте себе, что вот этот наделал антиневидимку. И тогда вдруг появился такой неприятный эффект. Вот эта точка стала неподвижной. Раньше она менялась местами с этой, а теперь она должна прийти сама на свое место. Она стала неподвижной точкой. Поняли? Если у вас, наоборот, есть любая перестановка, у которой есть неподвижная точка, то дорисовывая в ней вот такую штучку, если человек представитель ставит, вы получаете перестановку без неподвижных точек. Согласны? Значит, я сюда еще вписываю ВН. Так, давайте проверять по таблице. Так это или нет. Вот у меня есть число 9. Утверждаю, что 9 – это трижды 2 плюс 3. Это так ли? Это так. Что такое 44? 44 – это 4 умножить на 9 плюс 8. Так? Замечательно. Что такое 2? Это дважды 1 плюс 0. Да, правда. Слушайте, давайте дальше посчитаем. 5 умножить на 44 – сколько будет? 222. И плюс 45? 263. 265. Хорошо. А здесь сколько? Мы это знаем уже. 264. 264 – это верно? Есть вот такая изгономерность. А у нас формула есть. Чтобы посчитать это число? 44 умножить на 4. Да. 44 умножить на 4? 264. 264. Ребята, чувствуется, что у нас все правильно. Значит, сейчас надо что сделать? 6 умножить на 265 и прибавить 264. 1854. Но я не могу устно решить 265 на 6 и прибавить 264. 1854. Так. И чтобы здесь найти, я должен 265 умножить на 7. 1855. Да. 1855. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте теперь поймём, а почему же вон та формула верна? Разность aN и bN. Ну, это чрезвычайно просто. Ребята, у нас здесь регулятная формула. Из aN плюс первого мы должны сейчас вычесть bN плюс первое. Согласны? Просто по форме написать. Значит, n aN плюс bN. Это я написала n плюс первое. Минус, сразу сказали в скобке, n aN и aN. Так всё. Получилась разность bN и aN. То есть получилось минус, минус один до степени n. А это и есть минус один до плюс первого степени. Победа? Вот таким образом решается задача без использования формулы включения и исключения. На самом деле, я хочу сказать вам решение её с использованием формулы включения и исключения. Но сделаю это не сегодня. Сделаю чуть-чуть потом. Но это не то. О.